Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас именем Господа нашего Иисуса Христа, пятницу вечера. Мне очередной раз приятно говорить вам, и я надеюсь, вам очередной раз интересно вместе размышлять над Священным Писанием. Перед тем, как мы откроем Библию и начнем наше размышление, мы помолимся Господу. Боже, мы благодарны Тебе, что даешь возможность изучать Священные Писания, благодарны Тебе, что даешь возможность молиться, слышать Тебя, изучая Библию, размышляя. Дай нам и сейчас особого Твоего влияния для того, чтобы услышать Твой голос. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, друзья, я хотел бы с вами продолжить размышлять и в самом начале хотел бы поздравить вас с началом субботы, потому что это действительно благословение, потому что это действительно особый вечер в жизни. Хотя у нас много вечеров, и каждый день мы имеем вечер, но именно с пятницы на субботу мы по-особому переживаем, по-особому думаем и по-особому имеем отношение с Богом. Я бы сказал, для тех, кто является истинными поклонниками Живого Бога, вечер с пятницы на субботу, он в какой-то степени магический, потому что мы суетимся, переживаем, готовим квартиру, убираем, готовимся к субботе, и вот к заходу солнца мы останавливаем приготовление пищи, останавливаем уборку, заканчиваем всевозможные ремонты, мы успокаиваемся и поклоняемся Живому Богу. И вы знаете, это было с давних времен. В чем особенность поклонения Богу именно в субботу? В чем особенность в этом переходе с пятницы на субботу? Некоторые воспринимают это как вопрос, потому что Христос был умершвлен в пятницу, и как бы в смерти успокоился и отдыхал по заповеди в субботу. И вот этот переход, он как бы отмечается именно по этой причине. Но мы понимаем, что исторически евреи уже по закону, соблюдая четвертую заповедь, поклоняясь в субботу, уже переходили из пятницы на субботу в переживаниях, в волнениях. Ну а если взять еще раньше исторически, мы знаем, что Бог, когда сотворил всю землю, сотворил птиц, рыб, сотворил животных, сотворил человека, человечество через Адама и Еву в пятницу, то в субботу написано «почил». Мы чуть дальше коснемся непосредственно в Библии этого отрывка. В нашем недельном отрывке, который мы читали на эту неделю, почему я сделал такое вступление, как раз делается акцент на субботе. И когда вы читали дома Евангелие от Луки, то, что было предложено нам в нашем недельном плане, то мы видим, что много сказано о субботе. Более того, не просто так о субботе, а о том, что Иисус исцелял в субботу. Интересный момент. Евангелист Лука сам по образованию был врач, и для него это была близкая тема. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, мы находим много опытов, которые он описывает, как Иисус исцелял людей в субботу. Это было актуально, это было... На тот момент люди болели, и это актуально и сегодня, потому что особенно, наверное, в данный момент, когда в воздухе витает этот вирус, мы переживаем об исцелении, о том, чтобы Господь благословил нас. Вы знаете, в этом определенном каком-то страхе, может быть, меня вдохновляют плакаты, которые мы установили перед самым карантином, когда мы проводили программу, и на нашей сцене стоят эти плакаты. Путь к исцелению, путь ко спасению. Это действительно актуально, потому что мы на этом пути через Иисуса Христа. Вернемся к нашему отрывку или к нашему недельному размышлению, о котором мы читали. Я хотел бы сделать акцент, что буквально в самом начале недели, когда мы читали отрывок Евангелия от Луки, описывается опыт, когда Иисус исцелил человека в субботу. И в завершении мы встречаем даже два опыта о том, что Иисус исцелил двоих в субботу. Вообще в Евангелиях встречается семь примеров, семь отрывков, когда Бог, Иисус Христос исцелял людей именно в субботу. Давайте начнем Евангелие от Луки, 6 глава, 6 по 10 стихи мы читаем этот отрывок. «Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на середину». Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. «И посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здоровая, как и другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом». Интересно, что исцеление в субботу практически всякий раз сопровождалось сопротивлением со стороны фарисеев или противников, которые были у Иисуса Христа. То есть это сопротивление явно заметно. Более того, мы видим, что Иисус совершал исцеление в субботу специально. Написано, что Он посмотрел на их мысли, специально поставил человека посередине и наглядно именно в субботу исцелил этого человека. Парадокс заключается в том, что те люди, которые были блюстителями закона, блюстителями четвертой заповеди, заповеди о субботе, извратили понятие, что значит настоящая суббота. И Иисус специально делает этот акцент, специально исцеляет человека в субботу, показать, что суббота — это радость, что суббота — это отрада, что суббота — это выход из болезни. И Он является тем человеком или той Личностью, которая может это сделать. Он и сотворил эту же субботу. Буквально в предыдущем стихе мы читаем, что Он является Господином субботы и сказал им, «Сын человеческий есть Господин субботы». Пятый стих. Он пришел для того, чтобы исцелить и показать, что именно в субботу, в этот святой день, Он делает это для того, чтобы причинить радость этого исцеления. Следующий отрывок, который хотел бы вам предложить, это Евангелие от Луки, 13 глава. Это то, что было в завершении на этой неделе. Давайте мы прочитаем с 10 по 17 стихи. «В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя на Иисуса, что Он исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, которые должно делать в те, и приходите исцеляться не в день субботни». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». В этом отрывке Иисус четко определил, кто как бы сковывает человека и дает возможность человеку, возможность в негативном смысле болеть. И здесь Он показывает, что болезнь — это не дух, который навевает сатана или дьявол, и Он показывает со своей стороны, как Бог, как Творец, как любящий наш Господь, Он освобождает или исцеляет человека от этой проблемы, от этого недуга. Помните, по миссии написано Его, что Он придет отпустить измученных на свободу. Фактически, друзья, исцеление — это не просто освобождение от болезни. Исцеление, Он показывает, это освобождение от самого дьявола. И я хотел бы обратить внимание, что некоторые задают такой вопрос, в том числе и начальник синагоги. Если эта женщина болела уже 18 лет, неужели Иисус и эта женщина не могли подождать еще один день и исцелить ее не в субботу, а на следующий день, допустим, воскресенье? 18 лет ждала, а один день не сможет подождать? И вы знаете, на этот вопрос Иисус отвечает «нет». «Если я пришел, чтобы дать радость, дать благословение, я не буду это откладывать еще на один день». Она уже 18 лет страдала. То есть Иисус смотрит по-другому. Зачем ей еще целый день страдать? Не откладывайте добро на следующий день. Если вы сегодня в переживаниях, кому-то сделать приятное что-то, сделайте это сразу». Иисус подчеркивает этот момент. И я хотел бы прочитать еще один отрывок, последний, в следующей главе буквально, в 14-й, с 1-го стиха описывается еще один опыт исцеления в субботу. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред ним человек, страждущий водяною болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал им, «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодязь, не тот час ли вы тащите его и в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Я уже не буду комментировать этот отрывок, но я хотел бы сделать такой небольшой анализ. Хотел бы обратить внимание, что в предыдущем отрывке и в этом отрывке есть интересное сравнение. Иисус во время исцеления в субботу сравнивает человека с животным. Обратите внимание, пятый стих я только что прочитал из этого отрывка, 14 глава. «При всем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодязь, не тот час ли вы тащите его в субботу?» В предыдущем отрывке, в 13 главе, 15 стих, Господь сказал ему в ответ, «Лицемеры, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла, отъяс ли в субботу, и не ведет ли поить?» Иисус, исцеляя в субботу, делает интересную аналогию или сравнение человека и животным, вернее, отношение к человеку и отношение к животному. И он делает акцент, что к животному, к сожалению, вы относитесь лучше, чем к человеку. И вот теперь я хотел бы вернуться к началу, к тому вступлению, которое я сделал в самом начале проповеди, пятница, суббота, переход с пятницы на субботу, как это было в начале. Я хотел бы вернуться вообще к книге «Бытие», как это все было на самом деле в начале. Прочитать вам отрывок, вы сейчас поймете, почему я это делаю. Смотрите, «Бытие» первая глава, с 25 стиха. «И создал Бог зверей земных, породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо, весьма. И был вечер, и было утро, день шестый. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил день седьмый от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Человек и животные были созданы в шестой день творения, то есть в пятницу. Обратите внимание, что здесь дважды повторяется одна и та же мысль. 26 стих первой главы Бытия и 28 стих, где Бог говорит, чтобы человек владычествовал над животными. Идет даже перечисление над птицами, над рыбами. То есть он показывает, что человек должен быть над ними. Некоторые не просто уравняли сегодня человека с животным, а некоторые даже наоборот возвысили животное над человеком. И это извращение, которое сегодня существует и существовало уже определенное время. И я хотел бы обратить внимание, что некоторые настолько возвысили животных, что их ввели в ранг святых и стали даже им поклоняться. зоолатрия, так называется, поклонение животным. Я, когда начал вычитывать, каким животным люди поклоняются, я поразился, что среди священных животных даже есть свинья. Это священное животное, которое было в Древнем Египте. Змея — это священное животное в Индии, тигр в Китае, корова в Южной Индии, слон в Таиланде, лошадь в Турции. Это идолопоклонство. Это изменение в принципе то, что было предложено Богом. И я не просто говорю сегодня против тех людей, кто стоит в защиту животных. Я просто хотел бы показать, что мы перегибаем палку даже среди этих людей. Вы знаете, что сегодня покупают дорогую еду, дорогое лечение, дорогие прически делают, даже дорогую одежду покупают. Иногда некоторые любители животных тратят деньги на животных намного больше, чем могли бы даже потратить на детей или на других людей. Я хотел бы здесь остановиться и сказать, что я не против животных. Я лично сам люблю животных. Я люблю с ними играться, готов ухаживать за ними. У меня было всегда в детстве много собак. И до сих пор я очень хорошо отношусь к животным. Но я хотел бы здесь подчеркнуть важную мысль. Друзья, когда меняется акцент, когда мы поступаем не по-библейски, не по-божьему, когда мы животных начинаем больше любить, нежели людей, здесь я вижу проблему. В принципе, Библия направлена, и Бог дает нам повеление, чтобы мы любили друг друга. Человек любил человека. Когда мы животное любим больше, чем человека, друзья, это фактически проблема, и это есть теория эволюции. Это теория эволюции. Животное первично. Человек произошел от обезьяны или кто-то говорит от рыбы. И даже библейский обосновывает, сначала были сотворены животные, а человек потом. То есть животное первично, а человек вторично. Это теория эволюции, которая ведет нас против Бога. Христос специально исцелил людей в субботу, и Христос специально приводит этот пример по поводу животных. Он показывает, что человек выше, что человек та личность, которая любима Богом. и он показывает нам пример, как относиться нам друг к другу. Повторюсь, парадокс фарисеев заключался в том, что те люди, которые были блюстителями закона, блюстителями Четвертой Западе, блюстителями субботы, они же были эволюционистами. Они фактически отвергли господина субботы, Иисуса Христа, который установил все, как должно быть, и они перестали поклоняться Богу, поклоняясь Его закону. Суббота, друзья, это аргумент против эволюции. Суббота, друзья, это памятник творения. И хорошо бы было, чтобы венец творения человек поклонился своему Творцу. Я хотел бы пожелать вам, чтобы эта суббота была особенной, как и каждая суббота, к которой мы подходим с трепетом. Чтобы вы поклонились своему Творцу, нашему небесному Творцу, благоговение перед ней. Чтобы вы получили исцеление, душевное, духовное исцеление. И чтобы вы могли получить и, может быть, физическое исцеление, если есть какие-то недуги. Чтобы наша земля была исцелена. В данный момент, когда мы переживаем об этом вирусе, пусть Бог благословит нас в этом исцелении, в эту субботу. Просим во имя Иисуса Христа это. Аминь. Давайте мы помолимся еще в завершении. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты даешь возможность нам думать, размышлять и открывать Библию, чтобы получить от Тебя ответы. Господи, сегодня очередная суббота, но она не очередная, как мы привыкли, потому что каждый раз к субботе мы относимся по-особенному. Благослови, чтобы мы могли провести ее вместе с Тобой. Благослови, Господи, получить исцеление, как многих Ты исцелил в субботу. Благослови, Господи, кто сегодня переживает. Тай Духа Святого, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Суббота. Суббота.